Песня Однажды, после, никогда, на краю беды, разлуки. Сзади подойдешь, закроешь мне глаза, я узнаю руки. Ого, папин любимый пирог замутила. Ну, как всегда. Поможешь? А мы точно бананы везем? Точно. А что, они на трассе могут кому-то понадобиться? Да у нас и что угодно может понадобиться. Который раз не досчитываемся нескольких ящиков. Да перепутали что-то в накладных и все дела. Дорога спокойная, идем без остановок. А вы таких серьезных парней наняли. А нам по барабану что охранять? Хоть бананы, хоть апельсины. Лишь бы платили. Папа пишет, что все в порядке. Мам, ты чего? Все в порядке же. Кольцо, папа. Плохая примета. На дорогу смотри. Смотрю. Жене забыл написать, что выехал. Угу. Что за дорога такая? Ремонт объезжаем. Да устроится. О, кажется, она шеет. Ну что, по плану. Что хотят? Вроде ничего не нарушал. Сейчас разберусь. Пойти с тобой? Не, я сам. Думаю, просто документы проверят. А, ну ладно. Иди в кабинет. Угу. Что здесь? Давай. Чего, командир? Угу. Угу. Эрик, товар на месте. Я же говорил. Э-э-э, а что здесь, собственно, происходит, а? Аж писал, что в кабине двое. Сваливаем. Выкинь ее. Сейчас, вот, вот, вот такую клумбу хочу около крыльца сделать. Здорово. Да. О, пирог. Давай доску. Ага. Так. Так. Вкусно. Мам, давай наделаем фоток с пирогом и папе отправим. Давай. О, еда. А вот, кстати, Арсюша на запах выполз. Стоп. Это не еда. Это фотомодель. Живой? Живой, нет? Ты, это, встать, встать сможешь? Ай. Давай, 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 давай. Вызовите полицию. Тебе не полиция, тебе скорая нужна. Телефон в машине. Я сейчас. Ай, господи. Ай, сейчас, сейчас. Алло. Это скорая? А, черт. Здесь человеку плохо. Что? Адрес? Да какой адрес? Объездное шоссе. Говорю, объездное шоссе. Третий километр. Да. Ковров Денис Сергеевич? Да, я. Чернышев, Следственный комитет. Я тут кое-что обнаружил. Идемте, покажу. Итак, Денис Сергеевич. Кому вы должны были доставить наркотики? Я ничего про них не знал. Я их только что нашел и сам вам показал. Сам. Это все так. Но согласитесь, странновато, когда вице-президент в серьезной компании едет в фуре, переполненной бананами, вперемешку с кокаином. Как такое может быть? Послушайте, в нашей фирме я отвечаю за оптимизацию. Мне показалось странным, что и без того застрахованный груз идет еще и под охраной. Ни у кого внятных объяснений получить не смог. Решил сам проверить. Нет, то, что груз так нагло увели, это шок. Но вдвойне шок. Кокаин обнаружен и в грузе. Что это там у вас? Это жена, у нее день рождения. Вот. Поздравляю. Денис, я вокруг да около ходить не люблю. Я не думаю, что вы организатор, но исключать ваше участие в этом деле я не могу, сами понимаете. Давайте так. Мне нужно знать схему движения наркотиков, мне нужно знать людей, которые за этим стоят, адреса складов. Мне нужно знать все. Я в фирме всего два месяца. Кто мне такое расскажет? Ну, вы внутри компании. А мне нужен свой человек в этой схеме. Нет, наверное, я не смогу. Денис, или мы сотрудничаем, или ближайшие, я думаю, десять дней рождения своей жены вы будете встречать в тюрьме. Выбирайте. Ну, так что? Может, уже перейдем к поздравлениям? Ой, помидоры забыла. Сейчас. Ну, как-то его еще нет дома, а? Еще. Сейчас стол рухнет. Дарина время тянет. Все ждет своего Денисочку. А сколько они женаты? Лет пятнадцать? Выходные будем праздновать двадцать. Я же тебе показывала приглашение. А, ну да. Наконец-то. Поздравляю. Спасибо. Опа. Ой, какая красота. Давай, проходи, уже все заждались. А что, что с лицом? Да ерунда, ударился. Идем, идем гостям. Идем, идем. Всем привет. Ну, наконец-то. Итек, сколько тебя можно ждать, а? Привет. Итек, здравствуй. Ну, наконец-то. Заждались меня? Ну, давай уже, садись. Ну, что вы сидите грустите? Давайте пить за именинницу? Давайте. Давайте. Так. Так. Подожди. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Марина! С днем рождения тебя! Спасибо. Поздравляю. А ковро вы опять на торте сэкономили. Перестань, будет торт. Наш фирменный пирог гарантирует сбычу желаний. Ну, давай, загадывай. А я знаю, что ты загадала. Осталось же только черепицу выбрать и форму клум подобрать. Правильно? Твой любимый. Да, давай. Да. Спасибо. Спасибо. Очень вкусно. Ты куда? Срочно по работе. Ребятки, извините. Мне буквально на минутку. Вы продолжайте. Я скоро. Продолжайте. Что за ерунда? А? Да. Должен сказать, ты меня удивил. Сбежать со дня рождения жены. Что случилось? Витька, друг. Представляешь? Фуру угнали с грузом. Прям при мне. Нормально. Кому же столько бананов нужно? Да я уж голову сломал. В фирме что-то не то творится. Ну, я разберусь. Не лез бы ты туда. Целее будешь. Может, отдохнешь как следует, чтобы башка заработала. Витек, если бы я как следует отдыхал, так и работал бы водилой. О, твое дело. Вообще, зря ты жену обижаешь. Ты прав. Алишка ни в чем не виновата. Идем. Рассказывай, что случилось? Да ерунда. Ну, как ерунда? Вон ссадина. Вы в аварию попали? Да что ты, какая авария? Не. Не-не-не-не-не. Я просто неловкий. Выходил из машины, оступился, ударился. Честно? Да не, ну конечно. А что за транспортники? Да это мутная история. Водитель говорил, что свои. Мол, до меня всегда с ними работал. Но теперь-то ему нельзя верить. Ну, охрана. Да. Не, охранник здесь ни при чем. Ему досталось даже больше, чем мне. Так, 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 так. А следователь что говорит? Следователь некий Чернышов. С виду упертый. Говорил, будут искать. Угу. Что он еще может сказать? Так, ну, страховая нам все возместит. Ну, партнеров мы подвели. А это плохо. Я думаю, что надо усилить охрану наших грузов. Я думаю, наоборот, надо убрать охрану. Она показала свою бесполезность. Тем более, страховка покрывает все. А мне неинтересно, что ты думаешь. Мне интересно, чтобы ни одного банана из наших коробок не пропало. Такое ощущение, что мы не бананы возим, а наркотики. Твоя задача не думать, а исполнять указания руководства. Так. Две, четыре, шесть. Два, четыре, пять. Грузовиков. А это что? Что за комбат-то, девяносто восемь? Это ж броневик. Нормально так, русский броневик в эквадорских степях перевозит бананы. Слушай, ну, пару раз задержался на работе. Не говори ерунды. Все, извини, Денис пришел. Пока-пока. Все, извини, Денис пришел. Пока-пока. Привет. Привет. Устал? Ужасно. Голодный? Страшно. Я пойду умоюсь. Спасибо. Ваше. Ваше. Угу. Давай поговорим. А, ты насчет юбилея. Все будут, все подтвердили. Нет, я не об этом. Ты про дом. Я надеюсь на премию. Если все сложится, то в конце месяца поедем смотреть твою мечту. Денис, я не про дом. Я про нас. Что-то происходит? Что-то поменялось? Нет, что ты. С нами все в порядке. Поцелуй меня. Ариша, прости. Голову не могу отключить. Извини. На работе завал. Ага. Наш клиент. Браля. Manual. Звучит underground. Я слушаю. Когда они не идут, я хочу перемещаться. Это ноября. Ялександра. Я выберу подготовку. Что это... Мectologia будет desenvolваться. Пошеть держит в mondactive на boostе. Тебе нравится у нас работать? Нравится. А оклад нравится? И оклад нравится. Ну, если тебе все нравится, зачем же ты тогда в документы полез? Я думал, мы с тобой друг друга поняли. А тут зачем тебе понадобились отчеты по грузоперевозкам? Я же запрос по отчетам подал в начале месяца. А то, что их прислали после нашего разговора, это просто совпадение, все. Ну, ладно. Ну, на будущее сначала спроси у меня, а потом что-то делай. Понял? Да, понял. А-а-а-а! Ковров Денис Сергеевич? Да, я. Вам нужно будет пройти с нами. Куда? Так надо. Пойдемте. Подождите. А куда вы меня ведете? Пошли. Проходи. Комитет по контролю за оборотом наркотиков? Извини, про следственный комитет наврал. Присаживайся. Ну, что удалось разузнать? Сравнив финансовые документы компании, я обнаружил, что на склад нашей фирмы в Эквадоре месяц назад приехали пять грузовиков с бананами и один броневик. Возможно, с наркотиками. Если я прав, то на складе порошок из броневика упаковали в коробки с бананами, и оттуда груз морем отправили в Финляндию. А уже потом контейнер на тягаче ушел на таможню в Псков. Дальше фура с бананами отправилась на склад твоей фирмы? Именно. Это та фура, которую украли? В том-то и дело, что нет. Тут давно раскидали по клиентам. Это новое. Другими словами, минимум в двух случаях везли наркотики. Скажи, Денис, а что происходит, когда бананы попадают на склад в Москве? Я получаю флешку от Георгия с адресами покупателей. Это подставные фирмы с временными адресами. Заказываю транспорт и информирую склад. Все. А можно ли получить информацию с флешки в момент прихода груза? Мы бы попытались вычислить покупателей. Я думаю, это несложно будет организовать. Зря ты так думаешь. Это что? Это твой Георгий. Он давно уже следит за тобой. Как? Слишком шумно ты вел свое расследование. И что теперь делать? Теперь тебе надо умереть. Умереть? Как умереть? Ну, у тебя есть выбор. Умереть по-настоящему от рук подельников Георгия. Или фиктивно, дав нам официальные показания, скрыться под чужой внешностью и именем. Подождите, а как же моя семья? Сейчас ты рискуешь не только собой, но и ими тоже. Умрешь, увидишь их из-под угрозы. Сколько у меня есть времени подумать? Да считай, что нисколько. Нет у тебя времени, Денис. Будь осторожен. Держи. Это для связи со мной. Ага. Ничего? Нет. Маруся нашлась? Нет. В интернете тоже не проявляется. Телефон недоступен. Когда ты с ней разговаривал в последний раз? По телефону я ничего не понял. Днем. В обед. Сказала, что едет домой. Надо звонить в полицию. Да ладно, может, у нее просто трубка села. Я звоню в полицию. Думаешь, что-то серьезное, да? Я не знаю. Ну что ты вообще знаешь? Тебя дома почти нет. Ариша, сейчас самое главное найти Марусю. Мам, я дома. Маруся. Марусь. Господи, боже мой. Ты где была? Я в травме была. Шла по улице, какой-то псих меня толкнул. Проходи. Ага. Давай. В травме очередь длиннющая была. Сказали, что растяжение. Почему ты не позвонила? Да, телефон разрядился. Ну я же говорил. Ну ты попросила бы у кого-нибудь. Я хотела, правда. Садись. Но забыла все номера. Давай. Марусенька, ты правда не помнишь, кто тебя толкнул? Нет. Пообещай, что будешь осторожней. Да я осторожно. Обещаю. Ну, раз паника утихла. Арсений, подожди. Ну что опять? Мне надо с тобой поговорить. Идем. Что, болит? Немножко. Что у тебя с экзаменами? Да нормально все. Да? Завалишь сессию, это армия. Нормально? Нормально. Послужу Родине, стану настоящим мужиком. Настоящие, это те, кто отвечает не только за себя, но за своих женщин, за свою семью. Ты должен заботиться о сестре и маме. Понимаешь меня? Пап, как-то не особо. О маме ты заботишься, а у Маруси такой характер, что она сама о ком хочешь позаботиться. Арсений, я хочу, чтобы в сложный момент ты не бросил маму и сестру. Ты можешь мне это пообещать? Ну да, это могу. Спасибо. Ну ладно, я пойду, пап. Да, иди, конечно. Да. Я уверен, что твою дочь толкнул под колеса человек, Георгия. Это предупреждение. Тянуть глупо, завтра ты умрешь. Не завтра я не могу. Не-не-не. Давайте через три дня. Ты себя слышишь? Три дня. Целых три дня опасности для всей твоей семьи. Через два дня у нас юбилей свадьбы. Двадцать лет. Жена полгода к нему готовится. Я не могу ее обидеть. Ты и так ее обидишь. Зато все будут целы и невредимы. Слушайте, дайте мне три дня. Я буду осторожен. Три дня. Ладно, но мы будем присматривать за тобой и всей твоей семьей. Но надо дать понять Георгию, что ты все осознал и не ведешь никаких расследований. Понял. Теперь в каждой фуре по два охранника. Один из них отзванивается каждые полчаса. Если звонка нет, бьем тревогу. Ты извини, что я в прошлый раз нашумел на тебя. Я в этом бизнесе столько лет кое-что понимаю. Это вы меня извините. Осознал. Соображаешь, значит. Значит, ну что, это ценно. Отлично. Денис! Денис! Па-бам! Детей отправил в кино, так что вечер наш. Ой! А что за праздник? Праздник непослушания. Помнишь, как в одиннадцатом классе мы сбежали с тобой из контроля в кино? Ну как же такое помнить? Конечно, не помню. Ты меня тогда первый раз поцеловал, между прочим. Я люблю тебя. Ну как тебе? Красиво, да? Да. Я еще хочу, знаешь, заказать вот туда куда-нибудь шарики, там белые, голубые. И хочу на столы цветочные композиции. Рада, что ты не стала праздник отменять. Ты знаешь, как-то повода не было. Да? На самом деле, нет повода, правда. Денис такой внимательный. А хочу еще у них спросить, какие есть варианты со скатертями. Тань, ты чего? Тань! Ты думаешь, у меня жизнь сказка? Заграница, машины, шмотки. Да, у Витя полно денег, но я тоже не железная. Я тоже любви хочу. У него кто-то опять появился? У него всегда кто-то есть. Арина, всегда, понимаешь? Так мерзко. Тань. Тань, уходи от него. Ты такая красивая. Найдешь какого-нибудь, ну, хорошего мужика, который будет любить только тебя одну. Арина, все хорошие давно уже разобраны. А нищий я не смогу. Вижу, мама тебя все-таки достала. Иди сюда, помоги, пожалуйста. Подержи-ка. Осторожно. Повыше. Ага. А я сначала думал, это у соседей. Помог бы лучше. Иди, смени сестру. Давай-давай. Дотянешься? Да, конечно. Да, сколько нужно ковровых, чтобы повесить одну полку? Ой-ой-ой. Спасибо, Витя. Я хочу сказать тост. Давай. Давай. Ребят, вы такие замечательные. И пример для подражания. Витя не даст мне соврать. Каждый раз, когда мы дома ссоримся, я всегда говорю, а вот Денис никогда бы так не поступил. Да? В общем, за вас. Чтобы еще сто лет вместе. Спасибо. Спасибо. Будьте счастливы. Спасибо. Давайте за вас. Осторожно. Ой. На счастье. Ну что, горько? Давайте, давайте. Горько. 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 Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Молодцы. Ну, как там с работой? Накопал что-нибудь криминальное? Да ничего. Полный ноль. Похоже, он меня просто переклинил с этой ситуацией, с фурой. Значит, все нормально? Георгий доволен? Да, раз ее поймешь. Ну, за вас. Ариша, пойдем? Танцевать? Да-да, пойдем. Давай. Ну, как? Повеселились вчера? Спасибо, хорошо. Пришла новая партия. Сегодняшние точки. Угу. Сейчас закажу транспорт. Вот. Работай. Угу. Угу. Продолжение следует... Да, Георгий Николаевич, надо вопрос с Ковровым решить сегодня. Понял. Сделаем. Алиша, привет. Просто соскучился. Ну так приезжай скорее. Спасибо. У меня для тебя сюрприз. Приятный. Ну я надеюсь. Ну хорошо. Ну пока. Пока. Целую. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну ничего себе. Спасибо. Алло. Да. Да. Что? Долго еще мы будем ходить? Сейчас я приглашу родственников для опознания личных вещей. Ну нам сказали, что опознание будет. Как это? Совершенно верно. Но тело очень пострадало, поэтому опознавать будете личные вещи. Нет, я должна его видеть. Покажите, пожалуйста. Это невозможно. Повторяю, ваш супруг очень сильно пострадал. Я прошу вас, покажите мне, пожалуйста. Я должна его видеть. Витя, сделай что-нибудь. Давайте решим вопрос. Сколько? Немедленно уберите это. Пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста, покажите мне тело. Я очень прошу, мне нужно посмотреть на него. Вы слышите? Это невозможно. Мама! Пожалуйста, ну как же вы не понимаете? Мама, мама, подожди. Мама, давай посмотрим вещи. Может они даже не его. Мама. Прошу. Нет, 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 извините. Вход только для родных. Умняк. Ну еще ДНК-экспертизу закажем. Это ваше право. Вы узнаете кольцо? Арсюша, это папино кольцо. Взгляните, пожалуйста, на остальные вещи. Да, это вещи, Денис. Ну, думаю, на этом все. Примите мои соболезнования. Нет, 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 нет. Нет, я не верю. Может, чего покрепче? Кофе вполне сойдет. Как это, Мариша? Она держится. Дети ей помогают. Если бы я знал, что это так будет, я бы никогда на это не согласился. Денис, соберись. Соберись. Ты же понимаешь, что реально мог бы там лежать. И жене твоей от этого легче не было бы. Денис, вспомни, каких трудов нам стоило в последний момент за руль твоей машины посадить сотрудника. Я понимаю. Это я все понимаю. Все равно чувствую себя мерзавцем. Вот такие вот новости, Денис. Заходи. Эквадорцами вы занимаетесь или Интерпол? Мы, мы. В контакте с местной полицией. Вполне сработались. Спасибо. Ясно. Это что, вот так я буду выглядеть? Нравится? Да не очень. Чем богаты? Кстати, голос тоже изменим. Глаза никак. Будешь носить линзы. Ну что, готов? Ну давай. Вон, прощайся с Денисом Ковровым. Так. Волнуешься? Не знаю, как-то странно. Внутри-то ничего не поменялось. Ну, здравствуй, Игорь Фролов. Значит так, родом ты из Питера. После института долго работал в госконторе. В данный момент переведен в подразделение на Урал. Мне кажется, с твоим опытом ты легко освоишь новую работу. С этим проблем не будет. А вообще читай и запоминай. Паспорт. Страховка, права, все там. Погоди, а где мой? Настоящий? Твой настоящий. Остался в прошлом. У нас пока побудет. Хорошо. А дальше что? Не знаю. По городу прогуляйся. В кафе посиди. Но помни, что у тебя вечером самолет. Это первый день твоей новой жизни, его надо прожить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Если вдруг однажды, после, никогда На краю беды, разлуки Сзади подойдешь, закроешь мне глаза Когда я узнаю руки Ну что, Денис, второй твой день рождения без тебя Спасибо, дорогой, что ты был в нашей жизни Не знаю, ребят, что бы я делала без вас эти два года Уверен, в случае, что со мной Денис сделал бы больше Ты, кстати, с памятником что решила? Давно пора ставить Вить, я ничего не решила Ты главное выбери О деньгах не думай Я сделаю Я не могу ставить памятник живому человеку Ой, началось Я уже слышать не могу эту дурь Это не дурь Никто же нас не видел, Дениса мертвого Был же тест ДНК Ну и что здесь можно подделать? Я чувствую, что он жив Что он думает обо мне, о нас Ариша, если без чувств Если логически Допустим, похоронили не Дениса Тогда где же он? Я не знаю Дашка, привет! Привет! Как раз хотела тебе написать Там одно платье классное видела Прямо на тебя Пойдем покажу Мам, подождешь пять минут? Ты тогда подержи, ладно? Ну, давай Ну, хорошо Мы подождем Хорошо Увидимся Михаил Папа, Даша Я поняла, да Арина Очень приятно А может быть кофе? С пирожным Здесь кофей не есть Вы думаете, они так надолго? Ну, а почему нет? Девчонки Ну, давайте Я работаю в фирме Которая занимается строительством Воспитываю один Дашу К сожалению, ее мама Бросила нас пять лет назад А вы? Я преподаю математику Онлайн Готовлю ребят к ЕГЭ Постойте А как вы обычно проводите выходные? У меня двое детей-подростков Поэтому выходные сливаются с буднями Прекрасно А давайте как-нибудь Вместе соберемся и рванем Я не знаю, там На природу Мы с вами И наши подростки А? Маруся решила нас познакомить Случайная встреча Девчонки налетели Говорят, ты один И она одна А вдруг судьба? Я понимаю, что это глупо Но я тоже подумал А вдруг? Михаил, вы простите, но Я... Мне сейчас ничего этого не надо, правда Простите Удачи вам У Маруси хорошие оценки У Арсения новая девушка А вот у Арины Кое-кто появился Давно? Недавно Но у них уже все серьезно Ну Для нее я умер Она не обязана Хранить мне верность Кто он? Его имя Михаил Нормальный мужик Работяга У него взрослая дочь Кстати Ровесница Маруси Воспитывает ее он один Вы Вы все равно Присматривайте за ними, ладно? Игорь Ну че ты меня все время выкаешь? Не задумывался, мне кажется Ты это Признак равенства А его у нас нет Я живу как в клетке В которую вы Меня посадили Игорь Арсюш, забирай. Мама, а это куда? Папины вещи не трогай, я потом сама упакую. Может, выкинем или раздадим, оставим только памятное. Ты что, Марусь, папа вернется, а я его вещи попросила. Мам, два года прошло, два. Если бы папа был жив, он бы нашел, как прислать нам весточку. А если он не может? Он бы никогда нас не бросил. Ты права. Папа бы нас не бросил. Я сама потом разберу, ладно? Только, может, не выбрасывать, а как? Раздать? Ты сложи, а я отвезу в приют для бездомных. Ты можно бросить и полейся. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Кошку. Ты обещал кошку. Кошки не нашлось, зато есть Вася. Ой. Давай, 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 давай. Какой хорошенький. Какая лапочка. Маленький какой. Ну, давай, иди вперед. Пойдем, Вася. Так. Проходи. Ой, куда он побежал? Иди сюда. Хороший. Здорово. Мам, давай компьютер прям на террасу поставим. Будешь сидеть, заниматься со своими учениками, а за спиной у тебя такой вид. Да не, лучше без вида, они так отвлекаются все время. Воздух хороший. Воздух тут вообще. Теперь вы с Марусей будете высыпаться, как богиня. А ты что, не будешь? В общем, давно надо было сказать, я тут кое с кем встречаюсь. И мы решили попробовать пожить вместе. А ты не хочешь кое-кого привезти, познакомить? Я предлагал, она стесняется. Ну, так еще предложи. Ну, ладно, предложу. То есть, ты нас с мамой бросаешь, а сам сваливаешь? Нет. Да никого я не бросаю. Просто жить буду отдельно. Ну-ну. Ну, пока ты еще все-таки с нами живешь, повесь, пожалуйста, вот эту фотографию на видное место. Куда бы ее повесить? Куда бы ее повесить? Игорь, что-то случилось? Я возвращаюсь. Не дури, тебя убьют. Я не буду себя выдавать, просто буду жить рядом со своими. Давай вернемся к этому, когда окончатся суды, и все, кто тебе угрожает, окажутся за решеткой. Тогда и оценим риски. Да я подыхаю без них. Ладно, только я сам все организую, так будет безопаснее. Добрый день. Здравствуйте. Вот, выбирайте. Арина? Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Какими судьбами? Да я тут часто бываю. У мамы дача рядом. А вы? А мы за город жить переехали. Да вы что? Значит, соседи? Я тогда ушла. Ой, ерунда. Вы что-то выбираете? Да, мне нужно кломбу заполнить, но тут, к сожалению, особо выбрать нечего. Я походила, но... Ну, цветы лучше брать в хорошем питомнике. Я, кстати, знаю один, здесь недалеко. Хотите, съездим прямо сейчас? Нет, сейчас не смогу, у меня через полчаса урок. А давайте так, вы напишите мне, что бы вы хотели, а я поеду, куплю и привезу. Неудобно. Ну что вы, перестаньте. Должны же люди помогать друг другу, ну, по-соседски. Хорошо. Если честно, очень выручите. Вот ключи. От дома и калитки. Есть нюанс. Твой участок соседний с Ариной. Ничего себе. Ну, спасибо. Но, чтобы все это организовать, пришлось очень побегать. Так что, понапрасну не рискуй. Скоро начнутся аресты, гнездо всколхнется и будет очень жарко. Ну, удачи. Спасибо. Игорь, подожди. Слушай, я... Я про Арину тебе наврал. Нет у нее никого. Зачем? Я думал, так тебе легче жить будет. Вдали от семьи и все такое. Ну, ты придурок! Чего ты ржешь, добавить? Мы незаметно перешли на ты. Да пошел ты! Да пошел ты! Поехали. Мам, загадывай желание. У меня желание только одно, но оно, к сожалению, не избыточное. Просто загадай, чтобы все было хорошо. С днем рождения! С днем рождения! Спасибо вам, мои любимые. Поздравляю. Вы все-таки кого-то позвали? Нет. Да, открыто! Здравствуйте. Я ваш новый сосед, Игорь Фролов. Пришел познакомиться, это вам. Спасибо. Здравствуйте. Арина Коврова. Это мои дети. Маруся и Арсений. Очень приятно. А как вы узнали, что у мамы сегодня день рождения? Маруся. Я не знал, я просто пришел познакомиться, не с пустыми руками. Тогда, конечно, поздравляю вас с днем рождения. Желаю счастья. Спасибо. Ну, не буду вам мешать. Приятно было познакомиться. Подождите. Мамин фирменный пирог. Спасибо. Еще раз с днем рождения. Спасибо. Красивый букет. Да и знаешь, Игорь ничего такой. Приятный. Маруся. Ариша. С днем рождения тебе. Ты, главное, улыбайся, а я тебя больше никогда не брошу. Простите, не подскажете? Вы кого-то ищете? Да, дом моей подруги Арины Ковровой. Ну, вы почти приехали. Это вот следующая калитка по этой же стороне. Спасибо. Ну, принимай, подруга. Ну, принимай, подруга. Какая прелесть! Что, значит, угадала? Да. Очень. Слушай, а сосед-то у тебя такой ничего, а? Игорь? А, значит, Игорь. Женатый? Понятия не имею. Да мне неинтересно. Ладно, чего только не сделаешь ради подруги. Пойду на разведку. Тань! Я сейчас. Тань! Вы ведь Игорь? Игорь. А я, Татьяна. Будем знакомы. Очень приятно. У меня к вам небольшая просьба. Говорите, Татьяна, не стесняйтесь. Да вот мы собрались яблоню посадить. Вы не могли бы нам помочь выкопать небольшую ямку? Да не вопрос. Сейчас только за лопатой схожу. Спасибо большое. И приду. Ждем вас. Арина! Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Вот. Принимайте новых питомцев. Как здорово, спасибо. Все, как вы заказывали, по списку. А монастырь-то у тебя, оказывается, мужской? Добрый день. Здрасте. Это Михаил. Моя подруга Татьяна. Михаил. Очень приятно. Взаимно. Миша, если вы не возражаете. Нисколько. В общем, у нас-то такое дело, мы собрались яблоню сажать. Вы участвуете? Конечно. Арина, здравствуйте. Таня. Я готов. Здравствуйте, Игорь. Вот и прекрасно. Держите. Так, давайте лопату. Что такое? Да вы что? Здесь одному легко справиться. О, да, вы правы. Я ей помогу. Сам выкупаю. Если вы заняты, идите. Я о вас как раз подумал. Может быть, у вас дела? Ну, какие дела? Я совершенно свободен. Прям на любой вкус. Нет, нет. Все таки, позвольте меня. Таня. Ну, я просто хочу помочь. Ну что, давай, давай. А вот ближайший сосед, как раз тут я. Ну, вы знаете, это спорный вопрос. Игорь, психотичный. Так что, отдайте мне лопату. Все, я закончил. Спасибо. Принимайте работу. Спасибо большое. Что-нибудь еще надо? Ой, да нет, ничего. Хватит уже. Спасибо. Что? У вас иголки нет? Зануза, да? Ну, да, кажется... Давайте посмотрю. Что такое? Ваши руки. Они так похожи на руки моего мужа, так не бывает. Арина, вы меня простите, но ваш муж умер два года назад. Столько времени прошло. Нет, я его руки никогда не перепутаю. А хотите, я вам покажу, где у нас соловьи поют? Соловьи? Да, соловьи. Пойдемте. Нет, я не могу сейчас. Мне надо дочку собрать на выпускной. Арина, сейчас не надо. Нужно вечером на закате. Я за вами зайду. И они верили, что цветок папоротника помогает им понимать язык животных, находить клады. И носили его на шее, как талисман. Ну, сейчас никто клада не закапывает. Так что искать нечего. Да. И папоротник не цветет, размножается спорами. А может, все-таки цветет? А вы верите в чудеса? Ой. Теперь верю. Только подумал, как хочу обнять эту женщину и... Что это у вас там? Цветок папоротника? Талисман. Обручальное кольцо у мужа. Он меня очень любил. Защита посильнее любого мифического цветка. Все у меня там дети. И мы только целовались, ничего такого. Да даже если бы такое, кто тебе запретит? Да, я всю ночь не спала. Так это же хорошо. Кажется, я никогда такой страсти не испытывала. С Денисом. Даже вначале. Просто я с ума схожу. В тюрьме. Игорь, Игорь, Игорь. Голова к рукам. Как я тебе завидую. Ты же влюбилась, мать. Мне кажется, я предаю 20 лет своей жизни. Детей, себя. Так. Возьми себя в руки и не сходи с ума. Я схожу с ума. Что-то случилось, Ариша? У нас ничего не выйдет. Прости, ты ни в чем не виноват. Чувствую себя предателем. Каким предателем? Кого ты предала, Ариша? Мы не будем это обсуждать. Просто прости, пожалуйста. Просто оставь меня в покое. Мой, ариша. Погнал. Мой, ариша. Вот, нашел повод, делюсь урожаем. Спасибо, не нужно. Арина, ну что мы с тобой как два идиота? То, что между нами произошло, мне кажется, это беречь надо. Прости, я не могу, ни ты, ни кто-то еще. Я не готова. Я понимаю, что ты не готова сейчас к отношениям, но я хочу, чтобы ты знала, я всегда готов тебе помочь, называй это как хочешь, по-дружески, по-соседски. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. А чего ты человека на пороге держишь? У меня гости, если хочешь, проходи, по-соседски. Здравствуйте. Здравствуйте. С Татьяной ты знаком? Это Татьянин муж, Виктор, это Игорь, мой сосед. Виктор. Игорь, очень приятно. Взаимно. Я слышал, что вы тут недавно. Чем занимаетесь? Ну, я работаю в строительной фирме. На Урале был, потом в Питере жил. Так, знаете, по работе перебрасываю, туда-сюда. А вы? Да раньше был свой бизнес. Теперь больше консультирую. Салат потрясающий. Вроде ничего особенного. Помидоры, лук. Арина, ну, у вас очень вкусно. Просто все дело в помидорах. Ну, они должны быть настоящие. Запах, цвет. Это салат мой, мой Денис очень любил. Ну. Мне, наверное, пора. Приятно было познакомиться. Не буду вам мешать. Ариша, что это за человек? Это ты, Игорь. А что, не понравился? Причем здесь понравился, не понравился. Чувствую, что непростой. Ну, непростой. Зато приличный. Помогает мне иногда. Фамилию его знаешь? Я пробью на всякий случай. Муж, он маньяк. Ну, какой маньяк? Арина, не слушай его. Ну, не маньяк, а мошенник. А ты у нас, девушка, неопытная. Игорь Фролов. Отчество я не знаю. Да-да. Евгений. В общем, есть один человек, который косвенно был причастен к этому делу. Кто же? Это мой друг, Виктор Пираль. Он устроил меня в фирму Георгия. У них был какой-то совместный бизнес, или кто-то кого-то консультировал, я не знаю. И что, Виктор интересовался делами фирмы Георгия? Регулярно. Еще он советовал мне, чтобы я не копал глубоко дела фирмы и не высовывался. А расскажи о нем подробнее. Ну, Виктор несколько раз оказывался там, куда мы с Георгием приезжали на переговоры. Говорил по каким-то своим делам. И, если честно, я никогда не понимал, чем он зарабатывает. Какие-то консультации, сводки, котировки. Спасибо. Проверим. На связи. Ты забыл. Спасибо. Зайдешь? Да и я только отдать. Ты знаешь, через порог вроде нехорошо. Держи. Ты извини, что сегодня так по-дурацки получилось. Да ерунда. Ну, вот, смотри, устроился. Невероятно. Дай угадай, где у тебя сахар. Попробуй. Вот это дедукция. Ну, знаешь, это чтобы... Муравей не завелись. Да. У тебя даже продукты, как у меня, разложены. Мыслим одинаково. Как будто мы с тобой 20 лет прожили. КОНЕЦ Пока. Иди, иди. А что вы здесь делаете? Почему не спите? Кажется, у мамы кто-то появился. Даже очень конкретный кто-то. То есть вы против? Мам, ну ты что? Он же классный. Мы так за тебя рады, правда, мам? Что? Так, идите. Что? Он думал, что я сплю. Переоделся и уехал к этой своей. Кошмар. И я решилась, ушла от него. Ну и правильно. Сколько ж можно терпеть? Такое скотство. Уж лучше одно, чем в этой грязи. Можно я пока у тебя, а потом соображу, как быть дальше? Ну, конечно. О чем разговор? Конечно. Пойдем. 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 Слушай, Игорь. Прости, что рано, но кажется, за мной следят. Давно? Не знаю, только заметил, двое в машине возле пятого дома. Хозяева две недели на море, поэтому к ним никто не мог приехать. А номера ты запомнил? Как эти двое выглядят? Лица я не разглядел. Это черный седан, номер Михаил 902, Виктор Семен. Так, быстро собирайся, я еду. И осторожно, из дома не выходи и в окнах не светись. Понял. Добрый день, а я опять к вам за вашими помидорами. Ну и молодец. А ты знаешь, чего надо, чтобы помидоры-то были сладкие? Много солнца. Ну, не без этого. Но самое-то главное – любовь. Ну, давайте мне два килограмма вот этой любви. Вот и правильно. Ой, вкуснотища. Все, давай. Быстрее. Значит, это были люди Виктора? Да. Что ж тогда получается? Виктор, он кто? Организатор, киллер, кто он? Виктор отвечал за все, что касалось эквадорской стороны. Склад принадлежал Аму, товар тоже. Потом он решил заниматься еще и сбытом, а для этого ему надо было убрать с рынка Георгия. А после – зайти на теплое местечко. То есть, похищение фуры? Именно. По плану Виктора, исчезновение фуры с грузом наркотиков должно было вывести Георгия из игры. В этом деле доверие клиентов – очень важная штука. Но Георгий выдержал удар. Не спрятался. Переговорил со всеми клиентами, и они от него не отвернулись. Тогда Виктор физически убрал всех людей Георгия, чтобы расчистить себе поляну. Георгий тоже убит? Нам повезло, мы нашли его живым. Виктор, не могу поверить, столько лет дружил с ним. Верил ему. Интересно, зачем он мне посоветовал Георгию? Ему нужен был свой человек в фирме. Он же интересовался у тебя делами компании, так ведь? Интересовался, но ничего секретного я ему не сливал. А если бы он приставил пистолет к голове Арины? Я уверен, ты с легкостью слил бы ему всю клиентскую базу. Евгении нужно срочно предупредить Арину. Не надо. Никто ее не тронет. Виатру. Игорь Фролов 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 Игорь Фролов